Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности населения как в стране, так и в нашем городе. За 2013 год в Новочебоксарске из умерших 1215 человек 569 умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, что составляет примерно 48%. Поэтому в лечении внедряются все новые лекарства и различные вмешательства, которые снижают смертность от инфаркта миокарда. Очень важно профилактировать эти заболевания. Во-первых, надо бросить курить. По данным статистики у нас курят 60% мужчин и 20% женщин. Учитывая то, что курение в два раза повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, то бросить курить – это очень важно. Второе – это оптимизировать свое питание. В первую очередь ограничить соль до 5 грамм в сутки. Ограничить жирную пищу, пищу, содержащую легко усвояемые углеводы. Это типа тортов, конфет, мороженого. Больше включать овощи и фрукты. Рекомендуется где-то по 200 грамм овощей и 200 грамм фруктов в день. Нормализовать нужно массу тела. Как мы судим о нормализации массы тела? Это по индексу массы тела. Она должна составлять менее 25 кг на метр в квадрате. Как мы высчитываем этот индекс массы тела? Это наш вес, деленный на рост в метрах, возведенный в квадрат. Снижение массы тела на 2 килограмма, на 1 даже килограмм, снижает артериальное давление на 2 мм артурного стола. Поэтому очень важно нормализовать свой вес. Нужно оптимизировать свои физические нагрузки. Также необходимо контролировать уровень давления, которое должно быть менее 140 на 90. Давление у нас протекает как бы бессимптомно. Очень многие люди не знают, что у них есть повышенный уровень давления. Если по данным статистики артериальной гипертонией страдает 40% населения, то у нас зарегистрировано где-то только у 14% населения. То есть где-то 26% наших больных где-то гуляют. А эта болезнь протекает бессимптомно. И когда уже появляются какие-то симптомы, то может оказаться очень поздно. Потому что обычно проявляется или инфарктами, или инсультами, или внезапной смертью. Поэтому вроде бы диагноз ставится очень просто. Взял измерив у себя давление. Если оно выше 140 на 90, то нужно обращаться к врачу. Контролируйте и уровень своего холестерина. Он должен быть меньше 5 мм на литр. Уровень сахара также менее 5,5 мм на литр. Лечение наших сердечно-сосудистых заболеваний – это первое, не медикаментозное. Это как раз борьба с факторами риска, о которых мы уже с вами говорили. И второе – это медикаментозное лечение. Конечно, медикаментозное лечение должен назначать врач. То есть по совету друзей, знакомых, соседей этого делать не нужно. Потому что у каждого лекарства есть показания, есть противопоказания, которые знает только врач. Поэтому без врача этого делать не следует. В общем, наша задача – это борьба со всеми этими факторами риска. По данным тех стран, которым удалось снизить смертность на 50%, это удалось снизить в 45% случаев за счет медикаментозного лечения, а в 50-55% случаев – это профилактические мероприятия, это борьба с факторами риска. И поэтому хотелось бы, чтобы жители нашего города обратили на это внимание и взялись за свое здоровье. Редактор субтитров А.Семкин